Спасательную операцию общероссийского масштаба развернул священник Невьянской церкви. И все для того, чтобы пристроить в хорошие руки четвероногого подкидыша. Необычная история, казалось бы, обычного пса в репортаже Дарьи Степановой. Спокойно сидеть эта собака не может и минуты, рассказывает Светлана. Животное постоянно требует внимания и такая собачья страсть неспроста. По-человечески к ней отнеслись только новые хозяева. Прежние от щенка с легкостью избавились. Подкидыши нашли именно здесь полгода назад. Собаку привязали к забору и оставили миску с куриными косточками, одеяльце и записку, на которой написано имя Дана. Испуганного щенка приютил священнослужитель Леонид. Несмотря на большую любовь к животным, оставить питомца у себя семья верующих не может. Молитва идет, иконы. Тут же много священной тайны. А собака у нас, в общем-то, это нарушение, поэтому ей ограничено, в правах она у нас. Сначала хозяев, бросивших Дану, искали по Невьянску. Но безрезультатно. Тогда священник обратился с письмом в редакцию журнала «Охотник и рыболов». Надо сказать, что любимое здание батюшки выпускается в Томске, за 2500 километров от Екатеринбурга. И объявление о поиске новых хозяев для подкидыша там разместили. Откликнулась женщина из Москвы. Все вместе пытаемся Дану отправить. Но вот единственное, что нужно будет, ее везти в поезде. И кто бы вот согласился на себя взять такую ответственность, да, потому что там нужны какие-то определенные документы, нужно сделать прививку от бешенства. И как-то вот ее довезти. Вот такое путешествие Даны. Но судьбой Невьянского подкидыша заинтересовались и уральские общественники. Отправлять Дану в Москву они отсоветовали. Надо узнать, что за человек. Просто так же не отдашь, все равно нам проверить. Сейчас очень много всяких, которые издеваются над ними, вылаживают в интернет. Это сейчас в порядке вещей такое стало. В итоге новый дом Дани решили найти на Урале. Для этого общественники разместили объявления в социальной сети. Говорят, это самый эффективный способ. С помощью интернета они каждый день пристраивают по одному питомцу. Больше 10 тысяч читателей увеличивает шанс одиноких собак и кошек обрести дом. Лиса обрела дом. Очень будем скучать. Уехала жить в загородный дом в качестве домашнего питомца. Эльза уже тайга. Теперь будет жить в загородном доме на берегу озера. А сейчас Дана готовится к походу в ветеринарную клинику. Найденышу необходимо сделать документы и прививки. В семье священнослужителя Дану уже успели полюбить и сейчас очень волнуются, какими будут новые владельцы спаниеля. И о скором расставании предпочитают не думать. Иначе становится особенно тяжело сдерживать эмоции. Почему вы плачете? Потому что собак люблю. Дарья Степанова, Александр Ржанников. События ОТВ.